Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте! Это программа «Тема дня» в студии Светланы Шумкова. Впереди лето, и кто-то уже распланировал свой отпуск, а некоторые все еще сомневаются, как и куда отправиться. Несмотря на сложную ситуацию в мире, многие люди не хотят отказываться от отпуска, и для многих все-таки даже неделя, проведенная где-то вне дома, позволяет перезагрузить сознание и хоть немного отвлечься от повседневных проблем. Об отпуске в новых условиях мы поговорим сегодня в программе «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, поэтому если у вас есть вопросы, звоните на номер 308-111. Также в нашей группе во Вконтакте мы запустили опрос, как вы собираетесь провести свой отпуск в 2022 году. На экранах вы видите QR-код, переходите по нему, голосуйте, собственно, и в конце программы мы подведем результаты опроса. Сегодня в нашей студии турагент с большим опытом, человек, который знает об отдыхе абсолютно все, Норвянина Юлия Владимировна. Юлия, здравствуйте! Здравствуйте! Ну и первый, наверное, вопрос. Вот мы, судя по опросам, большинство россиян в этом году готовы отправиться в отпуск. А все-таки где в нынешней ситуации они могут отдохнуть и, возможно, есть ли какие-то закрытые направления? Ну, во-первых, радует, что готовы поехать отдохнуть. По поводу закрытых направлений, наверное, проще перечислить открытые. Потому что в период пандемии закрыто было практически все, и постепенно, периодически для нас открывались некоторые страны, и многие так и не открылись. Соответственно, не хватит эфира, чтобы, наверное, перечислить те страны, которые закрыты. Ну, давайте тогда по более короткому списку. Да, более короткие. Для нас открыты Турция открыта, Египет открыта, Мирата открыта, Мальдивы открыты. Ну и ряд еще многих стран, которые с удовольствием нас примут. Более печальная история, конечно, связана с европейскими курортами, которые ждали некоторые туристы, любители этого отдыха. Здесь пока порадовать нечем. Если же мы все-таки отправляемся за границу, какие карты мы там можем использовать? Вот, допустим, мы решили отправиться. Сейчас положительная история. Карта Мир уже используется в некоторых странах. Ну, точно это Турция, точно это Эмираты и плюс еще ближайшие зарубежья. Полный список, перечень у нас есть. Вы можете сделать нам запрос, потому что информация-то постоянно меняется, и она расширяется. Добавляются еще страны, которые готовы с нами продолжать работать, сотрудничать в сфере туризма, и которые ждут наших туристов. Вот, эта задача по платежам, она решается. То есть проблем с картами нет? На сегодняшний день с картами только мастер, виза, карт, да, они отключены. Вот, но подключилась еще китайская система платежей, она тоже сейчас уже доступна во многих банках, поэтому это лучше уточнить у банков, потому что которые работают с этой системой. Но это тоже уже есть. Так что проблема уже решаема. Это хорошо. Вот за последнее время везде отмечается рост цен. А вот насколько дороже сейчас стал отдых за границей и в России? На сегодняшний день отдых за рубежом у нас, точнее стоимость его, напрямую зависит от курса валют. Это не секрет, и пока ничего другого я добавить не могу. Все остается так же. Но и этот вопрос тоже сейчас решается. Как вы слышите, сейчас уже хотят наладить оплату в рублях. Как это будет влиять на стоимость? Пока трудно сказать. Потому что все будет решаться, и многие направления для нас пока недоступны. Именно связаны это опять же с оплатами. И как это будет дальше? Кто будет нас рад видеть, те, наверное, гибко подстроятся. Под именно ту доступность среднего класса основных путешественников, которые будут продолжать отдыхать в этих странах, которые я до этого перечисляла. Это в приоритете Турция, Египет и Эмираты. Пока в этом направлении думаем. Вот нижнекамцы сейчас как ведут в нынешней ситуации? Вообще обращаются, бронируют туры или пока брони нет? Ну, почему? Здесь тоже все пока положительно. Бронируют. Но бронируют в основном это Россия. По зарубежным турам пока все непонятно. Но это нормально, и мы не настаиваем, мы не делаем обширную рекламу, мы не тянем туристов исключительно на зарубежные туры, потому что мы понимаем, сейчас пока такая неопределенность в стране и вообще во всем мире. Лучше, наверное, посидеть, подождать, подумать, принять правильное решение, точно ли вы хотите за границу. Но на сегодняшний день доступный, огромный выбор отдыха по России. И здесь как раз, наверное, надо сделать больше акцентов. Мы немножечко прервемся. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Говорите, вас слышно. Здравствуйте. Такой вопрос. Если сравнивать с прошлым годом цены на Турцию, на Египет или еще куда-то, то примерно какой разбег вот так рассчитывать семейный бюджет? Вот от скольки до скольки повысилась путевка? Звука нет. Спрашиваются, скольки до скольки повысилась путевка, если, например, бронировать тур в Египет на всю семью примерно, ну хотя бы. Ну, я повторюсь, туры не повысились. Мы их видим, когда уже в рублях приобретают туры. В валютной, по стоимости валюты остались такие же. Но ввиду того, что курс резко изменился, то в рублях, конечно, мы обозначаем совсем другую сумму. И здесь мы ждем именно изменения положительные и ту гибкость, которую, может быть, проявят пока вот именно эти направления, эти наши партнеры в Египте, отели, возможно, будут снижать именно стоимость в валюте. Может быть. Но гарантировать мы не можем, конечно. Поэтому повышение мы видим в рублях только относительно стоимости валюты. А неизвестно пока еще насчет самолетов, вот сейчас как самолеты появятся, вскоре не появятся. Вот про это что слышно? Может быть, будет у нас сотрудничество с той же Турцией, например? Да. Да. Турция от нас не планирует отказываться. Они нас ждут. И здесь мы также наблюдаем эту ситуацию и черпаем ее из туристических ресурсов. Где-то общаемся с нашими партнерами. С самолетами, конечно, ситуация не сказать, что печальная. Самолеты есть, но цифры сократились. Цифры сократились, но и направления тоже. Поэтому, наверное, все наладится. На данный момент, да, действительно, стоят всего две задачи в туризме, которые нужно решить. И они пытаются это сделать. Это самолеты и платежная система. И вот мы отошли от темы про Россию. Изначально про нее начинали. Вот что насчет отдыха в России? И вот какие направления вообще у тех, кто уже был на российских курортах, самые популярные? А те, кто еще не был, вот посоветуйте, куда можно поехать? Ну, советовать, как правило, это неблагодарное дело. Потому что к нам обращаются уже с конкретными желаниями. Вообще, когда в турагентство приходят туристы, они уже обозначают. Ну, и мы задаем соответствующие вопросы. Как вы хотите отдохнуть? На море, не на море. Хотите ли вы узнать что-то большее? То есть это, соответственно, нужно, чтобы было много экскурсий. Или, возможно, вас интересует активный отдых или экстремальный отдых. Вообще у нас в России предлагают все виды отдыха. Санаторно-курортные, активные, туристические, экскурсионные, пляжный отдых. Сейчас еще есть ЖД-туры. То есть географические возможности туризма по России растут, расширяются, увеличиваются. Ну, и также вид отдыха. Ну, все нарастает. И обращайтесь. В турагентстве обязательно вам подберут по вашему желанию. Вот, насколько мне известно, сейчас у многих популярен Байкал. Кто уже был, говорят, обязательно туда съездите. Также курорты Краснодарского края. А еще куда можно поехать? Алтай. Для тех, кто скучает по Европе, я бы посоветовала Калининград. Калининградская область. Пожалуйста. Все, что вам напомнит архитектуру, замки, рыцарь. Русская Германия, да? Русская Германия, совершенно верно. То есть, кто по этому скучает, пожалуйста, все есть, все возможно. Прямые вылеты из Казани, их никто не закрывал, они есть. И маршруты действующие. Приходите, обращайтесь в турагентство. Незадолго до программы посмотрела, знали, туры в интернете. Даже в Татарстане у нас предлагают этно-туры. В соседней республике предлагают домик шамана, что-то подобное. Вам известны какие-то такие интересные направления, куда можно даже здесь у нас поехать и посмотреть что-либо? Ну, так как мы не занимаемся все-таки приемом, то есть это уже совсем другая сфера, мы больше занимаемся выездом, то есть специализируемся, так, наверное, на выездном туризме, даже больше за пределы Татарстана. И по поводу шаманских, здесь я, наверное, больше про Алтай могу рассказать, чем чуть ближе к Татарстану. Здесь я... Надо это поизучать. А что-то можно, кстати, про Алтай, что-то можно посмотреть? Посмотреть. Посмотреть. Это, конечно, больше природные ресурсы, которые обладает этот край. Вот опять же, шаманы, горы, оздоровление там, в этом направлении. Единственное, что некоторых останавливает дорога. Вот здесь вот, когда туристы хотят оттуда добраться, здесь надо более детально рассматривать, потому что или самолетом, или поездом, и достаточно длительно, и по стоимости тоже надо все всегда уточнять. Если не секрет, то во сколько обойдется отдых на Алтае? Ну, вы знаете, вот все говорят, кстати, про цены, и всех так пугает, что Россия такая дорогая, недоступная, что проще съездить за границу. На самом деле это не так, и уже давно. Давно это не так, потому что очень много идет дотаций, инвестиций, развития в сфере именно внутреннего туризма. Мы буквально недавно считали тур, это Алтай, на поезде. На одного вышло где-то около 20 тысяч с проживанием и с дорогой. Правда, это поезд. 20, ну, 30, наверное, вот так вот, на неделю. Да. Это, я считаю, что достаточно доступно. Ну, некоторые им и нравится поездка именно на поезде. Мне подсказывают, что у нас есть еще одна, есть один звонок в студию. Говорите, здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый день. А у меня такой вопрос. Если тур оплачен в январе по старому курсу, потребует ли туроператор доплату из резкого изменения курса евро? Оператор у меня аннекс-тур. И если я сейчас откажусь от тура, скажите, пожалуйста, вернут ли я мне деньги? Секундочку. Проблемы со связью. Тур куплен был в январе по старой цене. Вот девушка нам звонила. Что делать, если вот сейчас уже новый курс? То есть, что вот с этим можно предпринять? Ну, все условия по поводу переброней, аннуляций и доплат, конечно, лучше получить у своего турагента. Потому что я не решаюсь здесь комментировать, так как здесь какой туроператор, какие условия, когда конкретно вылет, когда у них стоит там крайний срок оплаты, доплаты. Здесь на связи всегда туристы с нами, и мы уже советуем и рекомендуем. Конечно, мы общаемся также со своими партнерами, с туроператорами, и просим отсрочки платежа, потому что мы понимаем все это ситуации, точно ли вообще будет этот продукт реализован, будет ли это направление открыто. Здесь, конечно, все тонкости надо обязательно уточнять у своего турагента. Так что здесь мне сложно комментировать. Юля, вот программа кэшбэка. За все ли туры по России можно вернуть деньги, и что это для этого вообще нужно сделать? По поводу кэшбэка. Ну, так как это период программы, это уже не в первый раз, то есть это был в первый раз, когда ее запустили, много было неясностей, непонятностей, что делать, как и что. Сейчас, конечно, все четко отработано, информации много по этому поводу. В первую очередь хочу обратить внимание на то, что никто не смотрит на сроки этой программы. Это в первую очередь. Обратите внимание, что вы можете воспользоваться программой кэшбэк при покупке тура или только объекта проживания, который участвует в этой программе, до 30 апреля. То есть ваша покупка должна быть совершена до 30 апреля. Это срок. Далее, ваш тур должен состояться до 30 июня. То есть вы должны вернуться 30 июня. Не уехать, а уже вернуться. То есть у вас сроки проживания должны быть до 30 июня оплачены по этой программе. И тогда вы получаете свой долгожданный кэшбэк. 20% о стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Это то, во что нужно вникнуть правильно, прочитать и понять. Юль, а вот вообще еще на что стоит обратить внимание, когда покупаешь тур не только по России, но и за границу? То есть какие приятные или неприятные сюрпризы могут ожидать туристов? Ну, сейчас период пандемии показал, что те туристы, которые путешествовали самостоятельно, у них оказывалось достаточно много сюрпризов, и ко многому они были не готовы. Здесь мы рекомендовали уже туристам пока, ну, я понимаю, что очень много любят путешествовать самостоятельно, там, сами себе стряпать туры, маршруты, да, и это все покупать. Это, конечно, все хорошо, замечательно. Но пока был период пандемии, мы рекомендовали все-таки приобретать туры у туроператоров, через турагентов, ну, или, может быть, самостоятельно также, но у туроператоров. И эта история, которая вот на сегодняшний день произошла, опять же это доказала. Вот это про сюрпризы, да, туристы оказались незащищенными, самостоятельные туристы, индивидуальные туристы. Те, которые приобретали тур у туроператоров, за них в полном объеме несут ответственность, и их возвращают, либо они досрочно прекращают свой отдых. Но полная ответственность за них и полную информацию о том, что нужно сделать, как правильно поступить, как вернуться, и, естественно, процесс возвращения, это все ложится на плечи туроператоров. И турагенты всегда на связи с туристами. Вот это как раз про сюрпризы, которые могут быть за рубежом. Все остальное, это, конечно, детали, сюрпризы, я не знаю, какие именно могут быть в плане экскурсионных каких-то маршрутов. Это все постоянно меняется, и туристы, которые с нами на связи, все эти сюрпризы обходят всегда. Я предлагаю посмотреть на итоги опроса, который мы запустили в нашей группе. Давайте. Итак, почти 13% у нас все-таки поедут за границу. По России будет путешествовать около 14%. Останутся в Нижнекамске более 54% и никуда не поедут, потому что считают, что сейчас вообще не время отдыхать, это чуть больше 18%. Все-таки в Нижнекамске большинство останется. Ну, и это тоже может быть хорошо. Может быть, после выхода этой передачи что-то изменится, и процент уменьшится, и туристы все-таки вновь захотят путешествовать. Сегодня мы, конечно, поговорили о многом интересном, многие услышали полезную информацию для себя. Юля, вот ваши пожелания для тех, кто сейчас планирует свой отпуск. Что делать? Что делать? Когда мы планируем свой отдых, мы его уже как-то представляем визуально. Мы хотим либо на море, или на горы, или еще куда-то. Для того, чтобы это получилось, и ваша мечта стала реальностью, обращайтесь к профессионалам, обращайтесь к турагентам, и они вам помогут это сделать. Самое главное положительное то, что все-таки есть куда ехать. Ехать и путешествовать есть, и можно многое для себя также открывать. Не обязательно это только за границей. Наша необъятная Россия с огромным удовольствием встречает туристов, потому что это направление уже давно развивается, и развивается прям максимальными шагами. И сервис гостеприимства, это гостиничный бизнес, туризм в России, он уже не такой, как был раньше. Поэтому я рекомендую с ним начинать знакомиться и встречаться. Спасибо большое, Юля. Спасибо, что пришли в нашу студию, ответили на все наши вопросы. Ну а я с вами прощаюсь. Смотрите программу «Тема дня» в 14.30 в среду на телеканале НТР. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»